Майские указы президента России в сфере экономики Кубань не просто выполняет лучше остальных, а идет с опережением планов. Даже столица округа Ростовская область позади. Аналитики отвели и в рейтинге лишь шестое место. Краснодарский край же стабильно лидирует в рейтингах инвестиционной привлекательности. А после успешной организации проведения зимних игр в Сочи, кредит доверия крупного бизнеса к региону вырос в разы. Как заметил Александр Ткачев, выступая на итоговой весенней сессии ЗСК, Олимпиада стала своего рода поворотной точкой в развитии региона и страны в целом. Инвесторы поверили о том, что экономика стабильна, регион безопасный, которому можно доверять свои средства, свои инвестиции. На протяжении всех семи лет, как я уже говорил, было привлечено рекордное количество инвестиций. Мы показали небывалые темпы роста практически по всем отраслям народного хозяйства, экономики. Мы остаемся в числе передовиков по объемам темпов, прежде всего, строительного жилья. Мы занимаем вторую строчку после Московской области. Я уверен, по итогам 2014 года мы также будем оставаться в рейтинге. И, конечно, это скажется, безусловно, позитивно на развитии нашей экономики. Задачу президента увеличить объемы инвестиций к 2015 году до 25% от уровня ВВП, а к 2017 до 27% Кубань уже давно перевыполнила. Выросла и доля промышленности в воловом региональном продукте. По 2013 году у нас уровень инвестиций в экономику края по отношению к воловому региональному продукту составил более 60%. То есть мы уже сейчас более чем в два раза превысили те показатели, которые определены указом. Впервые за десятилетия обогнали наших конкурентов по Южному федеральному округу по этому показателю. Волгоградскую область, Ростовскую область. То есть традиционные субъекты с достаточно серьезным уровнем развития промышленности. Показатели региона во всех сферах по итогам первых шести месяцев внушают оптимизм. А воловой региональный продукт растет и уже превысил 2%. Это при том, что прогнозы специалистов были неутешительны. При общей стагнации экономики в стране Кубань, напротив, показывает рост. Во многом благодаря диферсифицированной экономике. Ни одна краевая программа не была свернута. Я думаю, что многие из вас были. Кто-то в Крыму, кто-то у соседей и так далее. Но мы же все прекрасно понимаем, насколько Кубань отличается от других территорий. И уровнем жизни, и качеством дорог, и благосостоянием, и уровнем полей, сельхоз приприятии. Атмосфера другая. Вот для многих это, слушая, как побывать на Кубань, как побывать в Европе. Деловая активность, деловой климат, отношение к людей, к труду, к собственному даже огороду, к своей семье, к ценностям, традициям. На нашей земле с вами, коллеги, это уже стало нормой, это уже стало частью нашей жизни. И мы должны это ценить. Приоритет для власти региона, как прежде, инвестиции в развитие социальной сферы. Именно поэтому удалось заметно увеличить зарплаты бюджетникам. Сегодня средняя заработная плата педагога 28 тысяч рублей. Это уже значительно выше, чем средняя зарплата в экономике. Я очень хорошо помню первую такую инициативу нашего губернатора, 2001 год, когда зарплаты педагогов действительно были мизерными, мягко говоря. Когда такая доплата была осуществлена летом всем педагогам Кубани, это был первый старт, 2001 год, десятилетия прошло. Второе направление. Хочу обратить внимание, что повышается зарплата не только учителям школ. Повышение заработной платы коснулось всех абсолютно работников. У воспитателей средняя заработная плата за прошлый год выросла на 35%. Таких темпов роста не было, таких вообще, даже в самые благополучные советские годы. То же самое забота о педагогах системы дополнительного образования. Темпы роста 40%, системы профессионального образования. Поэтому поступательное вложение и рост заработной платы, конечно, он возможен только благодаря тому, что отрасль образования всегда и вообще социальная отрасль на Кубани финансировалась в приоритете. Одной из главных проблем очереди в детские сады на Кубани тоже решают успешно. Строят новые дошкольные учреждения, реконструируют старые. Только в прошлом году появилось дополнительно 13 300 мест. В этом еще 10 тысяч семей получат путевки в детские сады. При том, что желающих устроить ребенка в детсад становится все больше. Высокий уровень жизни в крае привлекает жителей других регионов. Многие приезжают на постоянное место жительства. Программа поддержки многодетных семей тоже дает свои результаты. Кубанцы все чаще решаются на рождение третьего ребенка. Такого никогда не было в истории Советского Союза, России, чтобы одновременно строились десятки детских садов по стране, естественно, у нас в крае. Я считаю, что врачи общей практики, а их нам ни много ни мало, нужно 500. Сегодня у нас есть чуть больше, меньше 50. И, конечно, это решит очень серьезные задачи. И поменяет, в общем-то, структуру здравоохранения, отношения, качества. И я уверен, что это и будущее. На реализацию этого проекта нужно порядка 5 миллиардов рублей. И поэтому в течение вот этих трех, максимум пяти лет активно вкладывать средства для того, чтобы вот наши жители, ветераны, все абсолютно почувствовали заботу государства, почувствовали, что здравоохранение уже высоких технологий, здравоохранение хорошего качества пришло непосредственно в поселение. Кубань сегодня переживает небывалые темпы роста практически по всем отраслям экономики. Но это не повод расслабляться. На этом сделал акцент Александр Ткачев, обращаясь к депутатам накануне парламентских каникул. Нужно активно работать над увеличением доходной части бюджета края, отметил губернатор. Задача, которая стоит перед всеми территориями края, увеличить поступление в бюджет минимум на 10 процентов. Ведь успешное развитие социальной сферы невозможно без крепкого экономического фундамента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова